Ближе к 11 часам на площади дворца культуры «Нефтяник» стали собираться горожане. Здесь, в Губкинском, был дан старт новому окружному оздоровительному проекту «Производственная гимнастика». Он направлен на укрепление здоровья ямальцев и приобщение их к физической активности. Это, конечно же, хорошо. Мы возрождаем традиции, которые десятилетиями были. Все занимались и в школах, и на учреждениях. Производственная гимнастика – это было в порядке вещей. И, конечно же, полезно для здоровья, для физического и для морального. Инициаторами нового проекта стали активисты молодежного правительства Ямала. Идею проведения производственной гимнастики поддержал губернатор округа Дмитрий Кобылкин. Он и дал старт новому проекту в эфире «Радио Ямала». Первую массовую гимнастику для ямальцев провели призеры Олимпийских игр по плаванию Анастасия и Сергей Фесиковой. Комплекс включал в себя несколько упражнений, в которых задействованы основные группы мышц – спины, шеи и плечевых суставов. Сделайте шаг, левый ногой вперед. Поднимитесь на носки. Теперь присядьте. И начинаем прыжки. С два. С два. На призыв провести зарядку на свежем воздухе откликнулись около ста губкинцев. Производственная гимнастика – это же хорошо, а тем более сейчас, когда много сидячих так называемых профессий. Нужно какое-то время обязательно, через какое-то время человеку вставать и делать упражнения. Поправить здоровье и сделать производственную гимнастику. И вообще, как у меня когда-то я занималась спортом, говорил тренер, главное участие. Всего шесть минут в день и, как утверждают эксперты, работоспособность повышается. А еще от такого простого комплекса упражнений можно получить заряд бодрости и прекрасного настроения на целый день. Работать захотелось. Это здорово. Погода отличная сегодня. Поэтому хороший старт дан. Я так думаю, Копкинский не подкачал. Если отдых, то активный. Если праздник, то спортивный. Планируется, что проводить производственную гимнастику в трудовых коллективах продолжат ответственные специалисты. Итоги оздоровительного проекта подведут в конце года. Самые активные муниципальные образования, а также трудовые коллективы будут награждены. Елена Канина, Олег Семагин, Денис Гонцов, Денис Гимб. Новости Губкинского.